В Каркаролинску 190 лет. На празднование дня рождения старейшего города Сырой Арки съехались знаменитые уроженцы Каркаролинского района. Среди гостей побывала и наша съемочная группа. О празднике в степи в репортаже Аймторы Авдиной. В этом году три дня и три ночи праздновали 190-летие со дня образования Каркаролинска. Из 134 юрт был выстроен один большой аул. Более 20 тысяч гостей съехалось на финальный третий день праздника. Поздравили каркаролинцев приглашенные гости – представители исполнительной власти, мажоресмены, бизнес-элита, артисты, кинематографисты и писатели. Богатый на историю Каркаролинск помнит все значимые события, происшедшие на этой земле в течение 190 лет. Отец великого Абая, Кунанбай, на Коктобе построил мечеть и оставил потомкам как памятник духовности и культуры. Каркаролинск стал первым краем, где были открыты образовательные центры по всему советскому Казахстану. В импровизированном юрточном ауле было многолюдно, торжественно и по-праздничному красиво. Поздравить своих земляков съехались все звезды, кто сегодня является гордостью нации. Это цвет интеллигенции современного Казахстана. Все они – выходцы из Каркаролинского района. Великий Кунанбай 150 лет тому назад как будто знал, говорил, что у Каркаролинска перспективное будущее, которое станет главной точкой в Центральном Казахстане. Отец великого мыслителя Абая не ошибся. Каркаролинская земля действительно богатая, богатая на людей и природу. Праздничный день был полон сюрпризов. Выход на сцену Махпал Женусовой, народной артистки Республики Казахстан, был встречен шквалом аплодисментов земляков и почитателей ее таланта. Благодарная Махпал в этот раз не ограничилась одной сценой. Она вместе со зрителями пела и танцевала прямо на поле. Я всегда ставила свою малую родину на первое место. Как только получила приглашение на празднование 190-летия Каркаролинска, я отложила все запланированные концерты и гастроли на более поздние сроки. Для меня всегда важно встретиться с родным краем, с родными, друзьями и одноклассниками. Сегодня я буду петь без устали, хочу подарить свой маленький праздник для почитателей моего таланта. Вторая половина дня запомнилась гостям Аламан Байгой. Для участия в скачках сюда съехались заводчики скакунов со всех уголков нашей страны. Но каркаролинцы не отдали пальму первенства и главный пресс-автомобиль остался у юбиляров. Праздник запомнится надолго, но жители Каркаролинска пообещали организовать новую встречу через 10 лет, уже на 200-летие их города.